И вообще я его не знаю, но почему-то я каждое слово, они были очень простые слова, и как раз, иногда что-то я переводила на белорусский, и потом меняла слова на русском, вот это мне помогло, что-то на белорусском лучше звучало, и потом на русском оно как-то, эти два языка друг друга дополнили, но это вот что касается популярного жанра, у меня такое откровение было. Помнишь, мы писали, сразу закладывалась у нас музыка для Пугачевой, а вот сейчас смотри, давай ты сейчас сама представляешь сейчас образ Пугачевой, вот просто расслабься и представь этот образ, и вот вдохни какую-то любовь, наполнилась, и представь, что ты Пугачева, просто вот представляешь ее лицо, представь ее нос, как будто, притворись Пугачевой, ты вот притворяешься. Тоже спеть, тоже спеть. Подожди, притворяешься, что у тебя нос Пугачевой, глаза Пугачевой, волосы Пугачевой, чувствуешь ее шевелюра вокруг головы? Ой, чувствую. Чувствуешь ее руки? Ой, да. Тело чувствуешь, да? Чувствую, хорошо. Чувствуешь сердце ее такое могучее, голос ее могучий такой, да? Надеюсь, не новое что-то. Смотри, ты сейчас все что угодно исполни как Пугачева или для Пугачевой, да? Вот все, что у тебя идет с этим образом и с этим ощущением в теле, вот ты к нему прикоснулась, вот сейчас просто почувствуй. Ничего, что мне песню, что я долго песню писала, а теперь быстро надо. Ничего, ничего, просто почувствуй, ты сейчас выше чувствуешь. Я очень волнуюсь, как-то вы меня успокоите. Вот. Когда долго я сижу, сочиняю стихи долго, а если без ничего, как? Так, голову сейчас выключаем. Так, выключаем. Да, волнение убираем там в сторону, на периферийное зрение, справа или слева. И наблюдаем волнение. Вот оно есть, и мы его просто в наблюдение переводим. Волнения уже нет. Вот там где-то на периферии оно есть, оно есть. Но сейчас в теле его нет. Стихи сочинить по ходу, да? А как будет получаться? Вот все, что льется, ты выкладываешь все, что льется. Вот просто льется, просто позволь себе и все. И не важно, что это. Головой это не бери, критикой не бери. Критика тоже со стороны, где-то вместе с волнением мы ее тоже наблюдаем. Вот она там в стороне где-то там. Не что вижу, то пою, а что-то красивое. Да, что... Вот все, что идет... Я все, что вижу. Все, что сердце, любовь и вот это ощущение, что ты Алла Пугачева, да? Ты Алла Пугачева. И что бы в тебе звучало так? Вот звучит, как в тебе звучит Алла Пугачева? Как в тебе звучит? Еще что-нибудь поговорить. Ты просто чувствуешь, чувствуешь ее волосы, глаза, чувствуешь ее вот этот вот сиплый голос, чувствуешь ее широту сердца, широту души. Чувство юмора неповторимое, да? Она такая баба мощная. И чувство юмора у нее охрененное, да? Охрененное. Я давно тебе хотела сказать, но я никогда не говорила этого. Я давно тебе хотела сказать, но ты никогда не просил, когда-нибудь, может быть, ты узнаешь это. Но меня, но меня, возможно, возможно, уже не найти в твоей душе, найти в твоей голове, где же я? Пропадало все это время, спросишь ты, где же я? Пропадало все эти дни. Я скажу тебе, я была там, где всегда. Но ты, но ты не замечал меня, не замечал меня, почему же так случилось? Скажи мне, скажи мне, не прошу тебя, возможно, это поменяет что-то, хотя я не уверена, не уверена, что это поменяет что-то, поменяет что-то. Когда-то ты сказал, что я так нравлюсь тебе. Когда-то ты сказал, что будем вместе мы, что же приключилось, что же приключилось с тобой. Я не знаю, может, дело во мне, может, дело в твоей голове, но не помню я теперь тебя. Расскажи мне, расскажи мне эту историю, что звучало в тебе. Расскажи мне ту историю, которая произошла с нами, с нами, с нами и навсегда. Расскажи мне ту историю, которая звучало в тебе и во мне. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, самое время пришло не таинь. Вот это конец истории нашей с тобой. Но я хочу верить, что всё вовсе не так обстоит. Ведь сначала это только наши истории, наши истории, возьми мою руку. И всё сначала, и всё сначала. И всё сначала, 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 сначала. Начнётся, начнётся. Я могу еще, мне кажется, много-много Ну нормально, как Чукси, что вижу-то пою, да? Вообще, что вижу-то пою Я такой первый раз, что вижу-то пою Оказывается, такого много можно придумать Только надо, я поняла, вот у меня спектр образов был этот Если я в другой спектр образов войду Если вы мне дадите другой спектр образов, мне кажется, я смогу сейчас что-то придумать другое Другую историю Давай перейти сейчас на детскую какую-то На детскую Вот ты скажешь, что ты сейчас на утреннике Я все, ничего не соображаю Я сейчас на утреннике, хорошо Ты сейчас на утреннике, вот смотри, на меня ты уже на утреннике Я ребенок? Да, ты ребенок, и ты на утреннике Но ты великолепно играешь на пианино На утреннике На утреннике Можно я историю свою про утренник расскажу, которая со мной произошла там? Да, рассказывай, рассказывай, что все идет Однажды меня попросили рассказать стихотворенья лены, но я совсем не знала, в каком же надо месте его рассказать. И вот когда Дед Мороз нам раздавал игрушки, и вот когда Дед Мороз мне подарил улитку, я очень радовалась этому, я очень радовалась этому. Но не всё было так, не всё было так просто, потому что наша воспитательница была очень интересная женщина. Эх, интересная женщина! Эх, да! Сказала она мне, подойди сюда! И Слава, и Слава тоже подойди! Сказала, сказала, игрушечку отдай мне, отдай мне, отдай мне улитку свою, улитку свою, отдай мне, улитку свою, отдай мне! Ох, горе! Ох, горе! Такое приключилось! Такое! Что ж делать, что делать мне не знаю! Улитка такая, мне сердце дорогая, такая, такая! Я пошла в свой ящик её доставать! Ой, горе! Такое не рассказать! А-а-а-а-а! Почему же так случилось, не знала я! Ну вот, сказала, она мне, а где же землетворение твоё? Чего ж ты ей в волне рассказала? А я ей не знала, не знала, что сказать! Ведь я не знала никогда, не отступать ни слова, ничего не знала! Эх, эх, какая грустная история! На всю, на всю я жизнь пронесла! Такая история грустная, такая история! Но оно спасало меня, что я была не одна, ля-ля-ля! А был ещё один очень умный мальчик, да! И звали его Слава! И был он художником, художником, художником! Господи, что вы делаете? Слушай, супер! У меня такое ощущение, ну... Смотри, смотри, он не работает, да? Не работает! Не выключайся! Вот сейчас поток идёт, да? Идёт! Не выключайся! Хорошо! Быстрее говорите! Сейчас, сейчас смотри, какой ты тебе ближе! Вообще не знаю! Вот, давай, Ласковый май! Знаешь, что такое Ласковый май, или не знаешь? Белые розы! Белые розы, да! Розы, просто розы! Ознаки на снегу! Это не то? Это не важно! Яблоки на снегу! Ну и это, хрен их всех знают! Не знаю! Ну давай, попса такая, вот такая, попса-попса! Я по подведу Роза! Да! Почему, почему, ты мне не позвонила? Почему ты мне? Я ведь так тебя ждал! Почему? Да. Я прошу тебя, не забудь меня в этот день, в этот день, в этот серый день. Я прошу тебя, не забудь мне в этот день, в этот день. Музыка. 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 Хорошо. Вот ты классическая пианистка. Была вроде. Да, ты просто чувствуешь себя комфортно в этой роли. Но ты играешь свою музыку. Свою? Ты играешь свою музыку. Я уже Моцарта вижу. Видишь Моцарта? Ну, давай Моцарт. И он льется через тебя. Музыка. 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 Это уже не моцерк, можно не моцерк, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Я чувствую, первое отделение длинное будет. Я поняла, куда ходить. Мне просто кажется, что вы-то не покупали билет в Карнегихов. А я, чувствую, сейчас могу на часцов на шесть. Ты записать можешь то, что ты можешь? То, что я могу? Скажи, пожалуйста, что мешает тебе записать вот то, что ты пишешь? Вот это? Вообще, вот то, что у тебя... Я знаю, что мне мешает записать. У меня есть такая вещь, как... Мне вот, если честно, я очень люблю, вот когда меня слушают. И мне нравится вот именно выходить, садиться на стул. Я в детстве этого очень боялась. А потом мне как-то что-то произошло. И это преодолело. И мне нравится, что меня слушали. Я где-то вычитала, что это эстероидный психопат называется. Я люблю, чтобы меня слушали. А записывать мне не так интересно. Потому что я запишу, кто-то там сыграет или не сыграет. А мне нравится... Вот я вот... У меня такая мечта сесть на сцену и что-то приличное сыграть для людей. Энергии. Я чувствую в себе энергию. Но не всегда я чувствую, что вот эти ноты нужны именно людям. Что именно эти ноты нужны людям. Но у меня большое желание именно играть. А записывать... У меня такое ощущение, что если я буду записывать, я буду вот... У меня образ, скрученная за столом. А если я буду играть, я буду выходить в красивом платье и высыпать. Это, наверное, гордость, да, называется? Или еще как-то? Ну, я вам сказала, как это называется в психологии, короче. Настоящая женщина. Она все диагнозы даже расставила. Все оправдала. Там полочка. Мне просто вот нравится само... Вот я поняла. И если позволите, мне нравится само состояние, когда в моменте здесь и сейчас я взаимодействую вот с людьми. Когда вот... И в зависимости от того, какие люди, вот получается, возможно, получится какая-то разная музыка. Я никогда так не играла вот такое, что-то людям другим. Я обычно... Ну, то, что по нотам там надо. А вот мне бы очень хотелось, потому что я не очень люблю запоминать, все это запоминать, держать в голове. А мне нравится вот... Ну, вот... Выходишь... Ну... Ну...